Так, ну что, друзья, всех приветствую, и сегодня у нас обещанный видосик по первому лоту аукциона. Надеюсь, что нас не разочарует данная активность. Были уже сливы с азиатских серверов, что там за машинки нас ожидают, и я, честно говоря, надеюсь, что будет хоть какое-то отличие. Ну, потому что первый лот там, мягко говоря, был не очень, с моей точки зрения, и абсолютно невыгодное было предложение. Ни малейшего смысла тратить деньги, как мне кажется, не присутствовало. И мы видим, что, по сути, у нас все то же самое. Только с той лишь разницей, что называется у нас... Данная машина, это, по-моему, 121Б-Царь. Вот так вот именно у нас он и называется. Учитывая, что это, по-моему, насколько я помню, полная копия танка 121Б, который, напоминаю, есть забоны. Вот он. То есть это то же самое, абсолютно, то есть по ТТХ, просто в новом камуфляже. Но надо сказать, давайте сейчас еще раз зайдем в этот, в раздел и посмотрим. Тут надо сказать, что все-таки цена у нас 15 миллионов серебра. То есть, по крайней мере, хватило, как говорится, адекватности не продавать его за голду. Меня хотя бы это уже радует, но мое мнение, что стоит брать только, если у вас очень много серебра и вам просто некуда его толком девать. Таких людей много. Я знаю, что есть люди, у кого и миллиарды серебра присутствуют. Конечно, тогда есть смысл. Если у вас ресурсы ограничены, то, напоминаю, это танк, ну, который не представляет никакой особой ценности. Да, конечно, стиль прикольный. Да, базара ноль. Но, как бы, платить за него 15 лямов, ну, такое. Что касается минимальной ставки, я бы, наверное, поставил где-то в районе 20, ну, давайте так, вот если прям очень надо, я бы поставил где-то 21, там, 700, 356. Напоминаю, что целые числа ставить не надо. То есть, где-то 21, может быть, 20 миллионов 700 тысяч, там, 352. Ну, вы поняли. То есть, просто какое-то левое число, чуть больше 20 лямов. Либо так бы поставил, если денег нет лишних, но, как бы, ну, типа, взял бы, но 20-ку все-таки много, да. Тогда я бы посоветовал где-то в районе 16, там, тоже 700, 16, там, 600, вот так вот закинуть. То есть, минимальную ставку нет смысла делать. И, мне кажется, меньше 16 лямов тоже. Ну, это мое мнение, потому что их всего 10 тысяч штук, это довольно мало. Я почти уверен, что ставка будет больше и, скорее всего, где-то будет, вот, минимальная, мне кажется, в районе 20-21 миллиона. Поэтому, все-таки, если прям вот хочется забрать, но все-таки адекватно, да, при этом, то есть, не вкидывая, там, 30, то я бы где-то, вот, 21 лям бы, там, с копеечками бы закинул. Если прям, ну, совсем серый полный карман и прям, ну, вообще, типа, ну, нет какого-то, там, финансового вопроса, тогда, конечно, можете, там, и 35, там, ну, условно говоря. Но это, конечно, я делать не советую, потому что это, ну, лютый оверпрайс, как по мне, это, ну, неадекватно. У меня, несмотря на то, что есть сера, я не собираюсь его брать, мне этот танк неинтересен. Ну, вот, за такие, за такие суммы нет. Тем более, я напоминаю, что, говорю, за 18 лямов, я уверен, что, да, появилось, ребята, сообщение, первый лот аукциона, но вот экспресс, извините, забыл выключить оповещение. Короче, я вкидывать не собираюсь. И еще в этом видео, ребят, я бы хотел обсудить с вами одну достаточно интересную новость, которая вот буквально вчера прогремела, поэтому сейчас, ребят, не отключайтесь, обязательно, да, еще раз говорю, лайкосик прожмите, ну, и давайте все-таки, как говорится, посмотрим. Вот, друзья, вчера вечером появилась довольно интересная информация, что Леста начала какие-то достаточно интересные эти вот движения в сторону танковых рулеток, да, И вот тут написано, что, например, появилось у некоторых людей вот такое вот сообщение, что не покупайте имущество на подозрительных ресурсах. И тут бы я, кстати, сказал не про танковые рулетки в первую очередь, а про разного рода сайты, где, типа, можно купить голду со скидкой. Это, причем, кстати, присутствует иногда и на крупных маркетплейсах, типа, плати.ру, такое можно найти и на некоторых менее известных каких-то сайтах. Но обычно, когда вам продают именно ресурсы со скидкой, то есть, например, голду за полцены, там, или что-то такое, это часто бывает отмывом денег с ворованных кредитных карт. То есть, когда у людей воруют деньги с карт, закидывают их в игру, вы, как бы, платите полцены и тем самым их отмывают, да. Но тут надо понимать, что картошка и лесто тоже, как это, в принципе, и бывало раньше уже, может списать эти деньги у вас, и ваш аккаунт в таком случае будет заблокирован, пока вы не компенсируете все, что потратили. И придется вам компенсировать это по полному прайсу. Что касается рулеток, насколько я знаю, по крайней мере, раньше Wargaming дружил с рулетками, потому что им это выгодно было так или иначе. Потому что люди все равно ведь, по сути, донатят в итоге через их сайт, просто, ну, там, с какими-то потерями. Вот, у Лесты, возможно, какое-то другое мнение, но тут я должен сказать две вещи. Во-первых, я не вижу абсолютно никакой разницы между танковыми рулетками и кейсами на Новый Год или на ивент с Ваффентрагером в World of Tanks и в мире танков. Это абсолютно одно и то же, нет никаких отличий, за исключением того, что здесь деньги идут напрямую разработчику, а там идут через посредника с небольшими потерями. Кто-то из вас скажет, что, ну, новогодние коробки, они более выгодные, там, больше шанс выиграть. Там вопрос, какую вы цель перед собой ставите. Объясните это моему подписчику, который 12 тысяч влил, чтобы вытащить БЗ-176. И ему он хотя бы упал, слава богу, на 12-ем косаре. А есть еще и куча людей, кто вылил 5-10 тысяч рублей и не вытащили БЗ-176. Вот им расскажите, что выгодно они потратили свои средства, пожалуйста. То есть, в любом случае, говорю, любые подобные вещи, типа вот как рулетки, либо встроенные в игру, либо от сторонних ресурсов, это в первую очередь для людей, которым нравится сам процесс, то есть людей азартных. Есть такие, кто любит делать ставки на спорт, кто любит там всякие такие вещи. Это было еще с античных времен, я лично никаких проблем с этим не вижу. Например, говорю, у моего рекламодателя, вот сейчас уже не реклама, рекламная интеграция была до этого. Там все честно, то есть, если вы выиграли, вам заплатят. То есть, я не понимаю, как бы, ну, чем они помешали той же самой лесте, потому что там никто вас на бабки не кинет. Они работают по другому принципу, они просто как бы, ну, всегда выигрыши, как и любое казино, им нет смысла на бабки кого-то кидать. Ну, типа, знаете, то есть вы выиграли, и, типа, вам не выплатили. Так никто делать не будет, потому что это сразу же, ну, типа, репутация упадет. Поэтому я не понимаю, что Леста, как бы, задумала. И говорю еще раз, можете что угодно мне говорить, но я никакой разницы не вижу между, говорю, новогодними коробками и, там, коробками на сайте и все прочее. Главный вопрос в том, не ворует ли данные сайт и выплачивает ли он, опять тут тоже, ребят, новость появилась, извините. И выплачивает ли сайт выигрыш, и вообще, как бы, ну, можно ли там хотя бы выйти в ноль или в плюс. Вот это вот большой вопрос. Не знаю, поживем-увидим, но я вам так скажу. Если Леста по итогу запретит танковые рулетки, она потеряет вообще всех блогеров, потому что монетизации сейчас нет, а других рекламодателей, их просто нет на танковом ютубе. Вы просто поймите, на танковом ютубе других рекламодателей, кроме рулеток, нет. И все 99% блогеров, они просто уйдут с ютуба сразу же. То есть, ну, останутся только стримеры, те, кто именно, да что ж такое-то, а? Блин, я не знаю, блин, вот писали недавно Вотэкспресс, чтобы новостей будет меньше, в итоге спамят этими новостями, так что я не успеваю отключать, извините, друзья, еще раз. Вот, я просто к тому, что останутся только стримеры, то есть, те, кто зарабатывает именно на донатах с подписчиков только, да, и останутся, как бы, люди, которые, ну, скажем так, имеют другую заинтересованность в публикации видео по игре World of Tanks. Вот, и что-то мне подсказывает, что именно блогеры, которые независимые, да, которые высказывают свое настоящее мнение, они вообще потеряют, если они все-таки запретят это, потеряют всякую мотивацию делать какой-то контент, потому что, ну, и сейчас-то заработать на этом, ну, ребят, поверьте, там деньги несерьезные. Даже я со стримов уже намного больше получаю, чем с видео, вот с этих. А если они это уберут, то вообще тогда какой смысл делать эти видеоролики просто? Ну, типа, если ты, бесплатно, никто не будет просто для вас контент делать. Напоминаю, YouTube ни копейки не платит сейчас. Просто так, кто-то вам рассказывать про танки, говорю, рассказывать новости, делать какую-то аналитику, да, любой контент вообще никто вам просто так, на энтузиазме, голом делать не будет. Это, я думаю, вы все прекрасно понимаете, потому что вы бы не стали ведь работать бесплатно, правильно, время свое тратить. Так же и люди. Поэтому я, Лести, рекомендую пересмотреть свои взгляды. Да, есть рулетки и прочие ресурсы, которые реально кидают людей, говорю, которые продают, отмывают бабки, из кардинга и так далее. С ними надо бороться. Но ресурсы, которые работают нормально, которые никого не кидают, я считаю, что должны остаться, потому что это часть уже танкового комьюнити, это часть экосистемы в данной игре. И существует все это, ребят, ну, 12 лет. Ну, какой смысл сейчас вот за это браться? Тем более, я знаю огромное количество людей, которые реально это любят дело, и для них это как бы, ну, просто вот фан. Типа, зайти, закинуть там пару штук, покрутить. Иногда что-то выигрывают, да, ну, конечно же, чаще проигрывают. Но, тем не менее, то есть для людей это просто фан. Он взял там, пару пива открыл, сидит, крутит ему по кайфу, как бы, да. Ну, как вот некоторые люди, знаете, там, говорю, тоже делают ставки, там, смотрят потом, например, те же турниры по боксу или по ММА. Это нормально, это просто времяпровождение у азартных людей. Вот и все. На этом все, ребята. Вот, немножко затянул, извините. Давайте берегите себя. Всем большое спасибо за внимание. Поддерживайте, говорю, видосик лайкосами, подписочками. Пишите в комментариях свое мнение по сегодняшним темам. Давайте, друзья, завтра увидимся. Всем до скорого и всем пока.